Я Лариса Бузеева Здравствуйте, девочки. Какие вы нарядные все. Мы к вам пришли в гости, а еще и с подарками. У нее прическа, как тебе нравится. Да, да, короткая. Я всех заставлял раньше девушек коротко стричься. Ой, рассказывайте, как вы на зло маме отмораживали себе все конечности. На четвертом месяце беременности, в 21 год. Бросаете жениха или он вас бросил? Ну, пускай будет он меня бросил. Потому что у него начались небольшие качели, то он хочет ребеночка, то он не хочет ребеночка. Вот. Однажды он приехал и сказал, а может быть мы сделаем все-таки аборт? Ну, на что я сказала нет. Ну, и все. И потом он сказал, что я не смогу воспитывать ребенка одна, что ребенку понадобится отец, естественно, у меня там слезы. А мне ребенок не нужен и брак не нужен, да? Это, конечно, ребенок ответственность. Это берешь не одного человека, а двоих. Да не бойся, я тебе говорю. Вначале я тоже думал, что ребенок будет тяжело. Потом появился сплошное наслаждение. И вы ему что в сердцах сказали? Что вы прямо в течение месяца замуж выйдете? Нет, я не сказала, что я выйду в течение месяца. Нет, нет, это было не так немножко. Просто я сказала, что у ребенка будет отец. И я не знаю, что произошло, но мне, к сожалению или к счастью, но, наверное, больше к сожалению, встретился человек, за которого я вышла замуж. Я пожалела. Он узнал вашу историю? Он узнал мою историю, он узнал от подруги. Старше вас был намного? На 12 лет. Как-то она поспешила. Ну, как-то да, опять же вот. Да нет, ну, на самом деле человек может принять любое решение в такой ситуации. Человека я не воспринимала, я его до сих пор не воспринимаю, не хочу видеть и никогда, честно говоря, до этой программы я не вспоминала. Для меня было страшно. Вот так, смотрите, вы совершили дичайший поступок, дичайший. Есть только одно оправдание, что вот это вот гормональный сдвиг, хотя я была беременная два раза, дважды рожала, и то же самое у меня гормон... Я не хотела замуж. Я не хотела замуж. Я думала, что меня остановит отец ребенка, честно говоря. Я до свадьбы. Потому что человек, за которого я вышла замуж, он-то пытался познакомиться со своими друзьями, со своими родственниками, я отказывалась. Я всех друзей и родственников увидела, честно говоря, на свадьбе. Я скажу, пожалуйста, а почему вы не думали о чувствах другого человека? Вот вы живому человеку, человеку-единицу, у которого также одна жизнь, другой не будет запасной, и вы ей распоряжаетесь. Человек на что-то надеялся. Вы же не сказали, ну, я вот выхожу за себя, потому что я надеюсь, что все-таки отец моего будущего ребенка заберет меня в ЗАГСе. Вот, смотрите, прежде чем мужчина сделает предложение, это только в кино прекрасной царевне обычный человек говорит, «Моей любви хватит на двоих», «Я буду так тебя любить, что мне не важно, любишь ты меня или нет». В жизни это происходит по обоюдному согласию. Если мужчина не чувствует со стороны женщины симпатии, он не будет ей делать предложение. Все остальное – это литература и кино, и сказки. Правильно? Значит, у вас уже были отношения. Как минимум вы с этим мужчиной целовались, как минимум. Мы даже не спали с ним. Он к вам не приставал до свадьбы? Нет, и после свадьбы он ко мне не прикасался до определенного момента, пока я не оказалась в аду. Она не договариваюсь, она говорит, что не целовалась, до свадьбы не спала с ним, ничего не было. Это быть такого не может. Сказка какая-то. Беременность при нем проходит прекрасно, все, да? Да, прям заботливый. До какого-то периода, да, он был заботливый. Вы живете в одной квартире? Да, мы жили в одной квартире. Он полностью оплатил всю свадьбу. Шикарная была свадьба. Говорю, единственное, что гостей и всех родственников мы узнали там. Еще через месяц, на дне рождения его брата, ко мне подходит его тетя, ну, знает же, что беременная, видно, да, и говорит... А все знали, что не от него беременна? Нет, нет, он об этом не говорила, ну, а я, соответственно, тоже, потому что, ну, у меня доступа не было там. После свадьбы у меня доступа не было ни к друзьям кого, ни к родным, то есть нет. Он никого в дом не впускал и ни с кем не общался. Еще, значит, через месяц мы находимся на дне рождения. Это все 18 век, и все это в усадьбе в какой? Это было, ну, не в усадьбе. Вы крестьянка и дворовая девка, а он барин, да? Послушайте, ну, Ян, ну какие-то вещи, которые... Ну, я не верю. Это какой был год? Ну, это было... Ну, это был 2001 год. Ну, это было вчера. Ну, это было все очень быстро. Это было, вот я говорю, что это было как-то все очень быстро. Ну, хорошо, Ян, даже как бы это быстро не было, это не мультик. И тетка вам говорит. И тетка говорит, бедная девочка, как же ты решилась? Ну, я говорю, а решилась на что? Ну, как же, ну, вот у Сережи шизофрения. У Сережи и его матери, она говорит, что у них шизофрения? Да, причем он лежал в психиатрической клинике, ну, потом, как оказалось, да? А вы что, думаете, ну, пьяная тетка на свадьбе выпилась? Нет, меня, ну, как бы, знаете, я же, ну, я не знала, что такое. Знаете, вот то же самое, что вот сейчас вот, там, я не знаю про какие-то болезни, ну, слышишь, как болезнь, да, называется, но ты ее не знаешь. Так же, как и здесь я услышала, ну, да, шизофрения, а что это? Я почему-то вспоминаю Михаила Афанасьевича Булгакова и знаменитого поэта Ивана Бездомного. А что такое шизофрения? Вы уточните у профессора. Это точно. Ян, послушайте, вот честно говоря, даже девочки, которые сегодня живут в колхозе, и у них мама с папой алкоголички, да, они понимают, что есть такая болезнь, как шизофрения. Я же знала, она не знала, какая. Понятно, Ян, ну, хорошо, вам было не 14 лет. Вы спали с парнем, вы вполне себе современная девушка, вы забеременели, вы мне говорите сейчас какую-то глупость, которой я должна поверить. Вы не знали, что есть такой диагноз шизофрения? Да нет, нет, я просто не говорила, я не договорила, я не знала, что он опасен, да. А что, шизофрения нормальна? Нет, да ненормально, ненормально, нет. Почему тогда ноги в руки с этой свадьбы не убежали? А потому что... А куда бежать-то ей? Потому что это не отображалось. У меня была тогда еще жива мама, у мамы была просто онкология, и я не могла, ну, перегрузить. То есть мамы жить мы не могли, лучше с ним жить. Посмотри фильм «Игры разума», там жена осталась с мужем-шизофреником. Он победил свое заболевание благодаря ее доверию. Доверю. Короче говоря, вот натворила то, что натворила, сделала то, что делала. А что дальше вышло, да. Он меня не трогал, то есть он меня по головке гладил, да, то есть на мне это не отображалось. Потом я это увидела, знаете, когда он однажды приходит домой, у него было очень дикое лицо, я говорю, что происходит? Он говорит, ничего, за мной слежка. Я говорю, ну, что значит слежка, говорю, какая слежка? Он говорит, да я там нашел коробку с боеприпасами, ну, я начинаю спрашивать, что там, ну, что начинает там, и пистолеты. Ну, то есть начинает много-много всего перечислять. Я говорю, так, ну, давай мы ее сдадим, там, позвоним, там, в полицию, где она. Я ее спрятал. Я говорю, давай, ну, как бы, ну, куда ты ее спрятал? Нет, я не могу сказать, меня, типа, ну, меня приговорят. Мания преследования. Ну, то есть, да, у него началась мания преследования, но я говорю, что... Вы зафиксировали это в голове. У вас были подружки? Ну, у меня... Бабушка была. Было, где жить и где было переночевать. Я же говорю, что это на мне не отображало сильно. И тем более, знаете, меня устраивало, что меня человек не трогал. Она же решилась на этом все, решилась прийти к нему. Она узнала, что он шизофреник, еще не родивший никого. Она это все знала, Макс. Вот вы рожаете, приходите с ребенком? Прихожу с ребенком, ну, он меня встретил, тоже какое-то время было все хорошо. Детская кухня, молоко, все-то помогал, да? Да, ну, грубо говоря, там, например, там, ну, ложи, там, 150 рублей в день. И это вот тебе на то-то, на то-то, на то-то. Ну, и спите по-прежнему в разных комнатах. Он меня забрал к своей маме на какое-то время. Ну, так нужно было. И тут, ну, понятно, что у него инстинкт сработал, да? Ему же, ну, как бы хочется, видимо, женское тело, ну, и вообще, как бы... Ну, естественно, он ваш муж. Ну, да, да. Он ваш муж, он о вас заботится, о вашем ребенке, да. Да, ну, вот. И начал, значит, пытаться взять меня силой. А почему силой? Он ваш муж. Я понимаю, что... Мы за него вышли замуж. Я понимаю. Он как благородный человек. Я пока шизофреник никакой вообще не чувствую. Он как благородный человек дождался, пока вы выносите ребенка. Был и помогал вам, и деньгами. Вы рожаете этого ребенка, он вас не трогает. Ну, да. Ну, к телу допуска нет. Ну, к телу допуска, конечно же, произошел. У него потом началось, появился ребенок, и мне запрещено было выходить на улицу, потому что... Я говорю, почему мне нельзя выходить? То есть на 15 минут можно с ребенком выйти, воздухом возле подъезда подушать, да? А там куда-то отходить нельзя было. Как он это объяснил? Он объяснял, ну, на тебя будут смотреть другие мужчины. Ну, ревность, обычно ревность, вы после родов расцвели, хорошо выглядели. Да все просто, надо было бежать от него. Все. Что тут еще думать? Как поняла, сразу все. Были какие-то конфликты, он пытался руку поднять. И за чего? Когда я, например, просила выключить Рамштайн, ну, он возвращался домой, да, и мог в любое время, там, хоть это было, там, 9 часов вечера, хоть 12 часов ночи. Ну, то есть вот, когда я его начала переклинивать, это случалось. Ну, я так думаю, что это, ну, не думаю, а знаю, это было сезонно. Послушайте, Рамштайн слушает все, даже я. Стыдно сказать. Я тоже, нет, я тоже. Ну, и что, у меня нет этой шизофрении, слава богу. Вот, ну, иногда в 12 часов под настроение, иногда наушники наденешь, и вот такие кренделя там подобного делаешь. Вот, вот, вы говорите правильно, наушники, ну, не тогда, когда ты вымотан, ты готовишь, ты еще что-то, да, малыш тут под боком, у тебя не какой-то шизофрении. Ну, так это ваш малый. А у мамки как проявлялась эта шизофрения? Она не спала по ночам. Она разговаривала с Богом, с Иисусом, вот с кем угодно, ну, вот, ну, прям вот вставала к дверям в коридоре и разговаривала. Ну, верующий человек, не спится, пожилым людям, многим не спится. А в своей квартире она с Богом-то разговаривала? Да, 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 да. Кто имеет право. Нет, слушайте, это действительно не смешно, но я вынуждена согласиться с Ларисой и Розой. Например, люди истово верующие, они молятся в полный голос, ничего не стесняясь, потому что это соответствует их вере. В своей квартире, да? Зря пытаем, Ларис, был у него диагноз. Хорошо, был диагноз, почему вы не избежали от него? Я сбежала. Беременность же не сбежала, рожала ведь. Ну, я же говорю, что были, ну, не знаю, ну, не знаю, ну, дура, потому что это, наверное, была. Я от вас хочу это, да, понимаете? Пока вы по детски будете сваливать, что кто-то виноват, что вы вышли замуж, скажите спасибо. Нет, я не говорю, что кто-то виноват. Что вы при человеке, даже с таким диагнозом, безопасно находили беременность, родили, он вас содержал, привел там в дом. Кроме вашей вины нет больше ничьей. Ну, вообще история запутанная, если честно. Такое все. Сколько сейчас ребенку лет? Ребенку 14 лет, он прекрасный мальчишка, занимается футболом. Как вы от него сбежали или развелись? Был 23 февраля. Пригласили, значит, с его работой на корпоратив, ресторан. Значит, мы приезжаем в заведение, и на меня, значит, не так посмотрел охранник. Он на этого охранника начал кидаться, а у него было силы, ну, вот, когда вот он был вот в состоянии аффекта, у него менялось лицо, у него менялось глаз. Он начинал, значит, он начинал рычать, орать. Да, послушайте, ну, все люди, которые ревнивцы, вот в таком состоянии, я веду себя просто непотребно. А я бледнею, у меня синеют губы, я могу голову откусить. Ну, страшно, понимаете, не надо было... Избил кого-нибудь? Да, ну, я же говорю, он начал на охранника, ну, начал охранника избивать, ну, подбежали еще охранники, да, это как это было... А вас-то не тронул, нет? Нет, он меня тронул в этот вечер, ну, не здесь, не в ресторане. То есть его из ресторана, получается, вышвырнули, я, ну, естественно, выбегаю за ним, ну, чтобы там поднять, поехать домой, как-то успокоить, потому что я могла на него повлиять. И он убегает. Какие не провокатыры-то, а? Нет, почему они провокатыры-то? Вот Роза, и вот, ну, они вытаскивают человека на прямую откровенную беседу, и это хорошо. Они пытаются понять, что... Чего хорошего, Айсен не хочет говорить. Ну, они мотив пытаются понять, почему, как, что, почему она прошла... Может, она сама этот мотив не понимает. Приезжаю домой, открывает мама дверь и говорит, что, нагулялась? Я говорю, вы знаете, говорю, нагулялась. Я говорю, а где Сергей? Она говорит, тебя ищет. Не понимаю, как, зная уже, что у него диагноз шизофреник, и его мать, и что так везет, какие-то корпоративы. Ян, вот, знаете, честно, когда смотрят, миллион на аудиторию у нас, понимаете? Но я не могу сейчас сказать, ну, хорошо, идите, знакомьтесь с женихом. Вот я пока для себя это не усил, у меня в голове нет. Он не пил, я не пила. Понимаете, так же не бывает, чтобы весь мир видел, что какая-то... Но я живая, я живая, я живая, я живая. Мать больная, она тут шарахается, сюда шарах... Все как снежный ком. Все как снежный, ну реально как снежный. Уже избил он вас, короче говоря. Да, он меня вырубил. Я, значит, он открывается дверь, Сергей забегает, он меня начинает себя коматерить, где ты была, значит, ты там нагуляла. Это последнее, что вы помните? Да, я была в комнате, очнулась в коридоре и слышу просто, мама его кричит, что ты делаешь, ты же ее убьешь. После этого случая вы пошли куда-то, вызвали санитаров или что-то вы сделали? Он у меня забрал телефон, он вот так вот вырвал дома телефон. Когда уже вы выползли на улицу, я не знаю, кто-то пошел с соседей. Да, я у его мамы выкрала телефон, пока она спала, позвонила своей маме, попросила, чтобы мама приехала. Короче, когда развелись-то? Сразу, сразу я подала на развод. Миш, ну ты веришь ей, вот тому, что она рассказывает? Тебе она кажется искренним человеком? Вообще надо то, что говорят женщины, делить на 15. А что, после этого никого не было? У вас ни одного мужчины? Нет, я была замужем 10 лет, я была замужем. Прекрасный мужчина, добрейший человек. А что, опять развелись? Развелась год назад. Он не захотел с нами ехать в Краснодар. Он сказал, он отказался, сказал, не поеду во вторую. А зачем вам Краснодар? У меня сына взяли в футбольную академию. Я не могла поступить как-то по-другому. Я очень поддерживаю своего сына. А вам хороший мужик-то сейчас зачем нужен? Как зачем? Я хочу хорошего мужа, я хочу опору. Малыш поступил правильно. Я бы, например, своего сына тоже, если у меня будет сын, по-любому будет футболист. Скажи мне, пожалуйста, а что звезды, Вася? Конечно, ваш муж действительно был шизофреником. Об этом четко говорит Нептун в седьмом доме, в вершине того квадрата. Но, скажем так, это был мужчина неадекватный. И, к сожалению, вы склонны притягивать таких мужчин неадекватных. Вам всегда будет мужчина попадаться с секретиком. Я даже сегодня, когда готовилась к программе, сделала на каждого из женихов расклады, который называется «Тайны мужчины». Расклад на карту второго. Я буду по ходу вам рассказывать. Расклад очень сложный. Я буду только про саму сердцевину, про тайну рассказывать уже по итогам, когда вы с каждым из них встретитесь. Знакомьтесь с первым женихом. Здравствуйте, Яна. Я Михаил. Приятно с вами познакомиться. Здравствуйте, Михаил. Надеюсь, что наше знакомство перерастет в нечто большее. Спасибо огромное. Я надеюсь, моя история вас не напугала. Надеюсь, что моя история не страшнее. Михаил, 44 года, владелец нескольких интернет-магазинов. Гордится титулом вице-чемпиона Европы и мира по бодибилдингу. Мечтает хорошо жить и ничего для этого не делать. Признается, что в его гардеробе нет ни одного делового костюма. Пока его жена создавала семье необходимые условия для переезда в другую страну, Михаил решил познакомить свою дочь с новой возлюбленной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, здравствуйте, братишки. Здравствуйте. Здравствуйте. Теперь шоколадки. Шоколадки давайте. Давайте. Давайте, да. Мишань, я понимаю, почему у вас ни одного делового костюма. Где же такой размер-то взять, да? Да, это всегда сложно. Он же на вас треснет. Давайте вот так вот. Бывает, да. Можно я? Да, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ А я тоже потрогаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все желающие... А что тут трогать? Ты лучше повернись. Вот ты с луста любится старая, а. Все. Как орех. Как орех. Да. Ну, вам уже понравился, осталась вот. Яне. То, что спорт – это очень здорово. Не у каждого хватает сил, времени и желания, на самом деле, загонять себя в спортзал. Ваша жена уехала в другую страну, чтобы там благоустроить быт, для того, чтобы вы туда приехали на все готовые, правильно? Вы остались с дочкой в России. Да. Ну, там как бы немножко такая сложная ситуация. У меня еще была любовница, да. Про которую узнала жена? Ну, она знала про нее. Она знала, что мы общаемся. Но она как бы… У нас такие были отношения, что она понимала, что я как бы от нее никуда не уйду, и я не собирался никуда от жены уходить. А жена бизнес-вумен, да? Да нет. Она тоже спортсменка, тоже в этом же спорте. Слушай, побороться с ним на руках нереально, да? Вот вы остаетесь с дочкой. И к вам любовница переезжает, правильно? Не то, что переезжает. Но остается с ночевкой. Да, ну, дочка, опять-таки, у нас еще рядом с соседним, в этом же подъезде у нас теща. Ну, во всяком случае, дочка… Да, и она как бы боится ночевать, и постоянно она просила дочку там оставаться. Ну, то есть, дочка была в курсе, что у папки новая мамка? Ну, да, но она как-то тоже спокойная. У меня ребенок очень хороший. В то время у жены тоже появился дядька? Ну, вот они с ним общались, вот как-то так вот. Тоже она говорила, что вот он интерес испытывает. И дочка говорит, о, круто, у меня два папки, две мамки. Ну, да, вот типа того, она вообще не переживала по этому поводу. А что было, Миша, вот я одного не понимаю, вот проще простого, когда такие отношения, у жены интерес, у вас интерес, развелись, все, и по-честному живете. Для чего вам нужен этот брак? Нам хорошо было вместе с женой. Мы могли постоянно… Вот ответьте за всех мужчин, если с женой хорошо, зачем гуляете? Вот чего-то вот не хватало. Вот я как-то вот не люблю сам врать, и не люблю, когда мне врут. И вот как-то… А вам как? И жена была в курсе, я как бы не считал, что это, ну, измена. Жена, любовница, дочка, тёща. Главное, необычная история. Самая главная история необычная. Необычная, да. Все в одном подъезде, да? Любовница и жена, это вообще… Это можно сказать, что все в одной кровати. Жена устроилась в Канаде, там тоже, да, у неё было, и всё уже хорошо? Ну, в конце концов, да. Вы к ней поехали? Да, я поехал, я тоже пытался там как-то остаться, но я понял, что это всё не моё, что мне там будет тяжело и некомфортно. А вы возвращаетесь к своей любовнице и начинаете с ней уже, ну, как бы, вас ничего не тержит? Ну, вот… Объяснили с женой? Ну, вот пока вот я был женат, вроде всё было так хорошо, замечательно. Это так у всех. Пока с женой всё хорошо и с любовницей всё хорошо. Как только жена начинает прессовать, плохое настроение, срываете зло на любовницей и с ней всё начинает… Можно я в защиту Михаила скажу? Дело в том, что это всё-таки на него не похоже, постоянно меняют любовниц. Жён всё-таки 20 лет, не считая официального брака, он был в браке 20 лет. Слушай, пожалуйста, а у вас вдруг ни глухонемой, я вполне устраиваю этого ответа. Мне не нужен пока его ни адвокат, никто. Всё, с Мишей всё в порядке. А вот я хотела сказать, Миша… Нетипичная история. И вы возвращаетесь и начинаете жить с любовницей. Ну да. И она тут из вас, из такого прекрасного спортсмена, начинает делать подкаблучника. Ну просто я с ней делал такие вот вещи, которые я даже с женой… Я там ей больше цветов дарил. Да, могли ночью с сигаретами сорваться. Да, вот что-то такое. А вот то, что она позволяла себе флиртовать с другими при вас. Я не видел, чтобы она флиртовала с другими. Ну как, ну у меня есть такие сведения, и именно ссоры из-за этого и привели к расставанию. Нет, ну это я ревновал. Ну вы ревновали, потому что она давала повод. Ну да, я не знаю, у меня я вообще не понимаю эти… Любовница, жена… У меня если есть отношения, всё, до свидания. Вы смотрите, в результате вы ни с женой, и ни с любовницей. И не в Канаде. А вот ещё, Миша, знаешь что, вот ты же эти вот эти всякие штучки-то принимаешь, чтобы это вот… В смысле, какие штучки там питания? Ну, как сейчас скажу, это… Астероиды. Астероиды. Анаболические стероиды, да, Вить? Не, ну я сейчас уже много лет не выступаю, поэтому… А, вот это же влияет на потенцию. Да. Ну, как бы пока… Хорошо у тебя? Пока, да, вроде, никто не жалует. А вы, кстати, собираетесь ещё там ребёночка, я не исключаю. Спасибо. А я не исключаю возможности посмотреть и полюбоваться сюрпризом, которые вы подготовили. Хорошо бы, если он раздел тебя. Для этого мне нужна яда. Окей, как ты, по-стариковски. Яна, я знаю, что вы девушка спортивная. О, очень долго. Да, я тоже, по мне видно, что я немножко занимаюсь. О, мне немножко. О! Ай, молодца! Давайте. Покажу вам упражнение. Мы сможем заниматься этим упражнением вместе. Приступим? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Силашка. Как бы, на регулярную. А? Со спины, покажи. Со спины, покажи. О! А со спины. Вау! У-у-у! Круто! Круто! Молодец! Спасибо. Спасибо, Миш, прям порадовался. Спасибо, собираетесь вы друг друга. Слушайте, ну, прямо крутая, круто. Нормально. Силач. По-моему, он добрый. Да, мне тоже показалось. Искренне. Спокойно. Мне тоже показалось. Да? Ну, что, взросленький, 44 года. Ну, мне кажется, подходящий, наоборот, что не молодой, да, уже не молод. Хороший возраст, поэтому я и говорю, пока я все плюсы перечисляю. Владимир нескольких интернет-магазинов, свой зал, основательный. А потом для вашего пацана будет круто, когда... Правда же, спортивный? Актеритет такой. Конечно, спортивный. По-моему, она любезно тебя встретила. Да, по-моему, я ей понравился. Легкая, правда? Да, легкая, что самое главное. Высокая, то, что тебя не смутило, что она высокая? Нет, рост меня вообще не смущает. Роза, а тебе? Нет, ну что, мне это... Ну, только за Мишку-то нужно, как говорится, ему условия создать нужно. А Яна привыкла уже создавать для сына спортсмена условия. А у Яночки времени хватит, у нее сын в 14 лет, более того, спортсмен. Позвали в какую-нибудь школу в Москву, ведь бросите, поедете, потому что сын первичнее для вас и так далее. Ну, как Таня Бурея, которая посвятила пацанам свою жизнь. Да, а здесь риски. А Мишанкина зачем эта вся история? Вы побалуетесь с ним, и все. Я бы не хотела просто побаловаться. Ну, честно говоря, я говорю, что хочется уже... Нет, ну, Яночка, послушайте, вам 40 лет. Вы можете хотя бы на 5 лет вперед какую-то перспективу нормальную видеть? Могу. Вы живете, вы не можете. Ну, потому что ничего разумительного сказать не можете. Вы соглашаетесь на все. А знаете, почему Роза так цепляется? И она права, потому что до этого причину расставания вот со вторым прекрасным мужчиной, с которым вы проживаете 10 лет, вы сказали, одна причина. Он не хотел ехать с вами в Краснодар. Хочешь еще с ней поприседать, а? Ну, хорошие тренировки никогда лишними не бывают. Михаил, мужчина, производящий приятные впечатления, но, во-первых, всегда будет погуливать от женщины, от жены. Такова его природа. Да. И единственное, что каждая последующая жена будет относиться к этому легче. Не то, чтобы он сам ждет этого. Как я? Спать-то дом будет. А вот расклад Таро «Тайна мужчины», мне сказал, третья карта этого расклада, говорит именно про тайну мужчины, что есть у него некая подвешенность в какой-то ситуации, здесь карта повешенного. И некое, скажем так, внутреннее противоречие, которое его рвет на части и не позволяет ему даже в каких-то вопросах двигаться дальше. Вот хорошо было бы при первом знакомстве с ним выяснить, вот что это такое, что это за мертвая точка, в которую он попал, и будет ли это принципиальным для отношений. Ну, что-то там такое есть. Знакомьтесь со вторым мужчином. Здравствуйте, Яна. Меня Олег зовут. Здравствуйте, Олег. Очень приятно. Знаю и верю, что всех встретит любовь, и вас встретит, и меня, может, даже и сегодня. Это вам? Очень приятно. Спасибо за прекрасный ответ. Олег, 39 лет. Менеджер по продаже строительной техники в крупной компании. Больше 10 лет прожил в Европе. Любит играть в футбол и устраивать шахматные турниры. Предупреждает, что его утро начинается со стакана воды и ложки меда. Олегу хватило недели совместного проживания с возлюбленной, чтобы понять, что жизнь, как на вулкане, его не прельщает. Надеется, что Яна умеет контролировать свои эмоции. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Что ж такого настворила ваша возлюбленная, что вы через неделю проживания совместно ускакали сверкая пятками? Ну, как бы, говорят, бытовуха, да, нас? Ну, может, я был неправ, подарила она мне бритву. Началась, ну, с этого. Я хотел не такую. Не, ну, просто-напросто вышло так, что... А вы женились, когда вам было 11 лет, а ей 9, судя по всему, да? Знаете, как, у нее есть любимая подруга. Вот они даже покупают подарки, да, но друг другу, да, на какие-то. Они даже обсуждают до цвета, до вот этого. Я тоже с ней разговаривал об этом. Ну, что люди родные должны, ну, как... Правильно. Должны. Я просто, она мне подарила, ну, не спрашивая вообще, никакую я хочу, а, ну... Поэтому лучше деньги. Всегда говорю, что тебе подарят деньги? Ну, ну, да, моя ошибка, я согласен. Я просто сказал, я не такую хотел. Я извинился, говорю, я извиняюсь, но я не такую хотел. Спасибо, конечно. Но из-за этого, наверное, все и началось. Ой, ваша луна в скорпионе. Вообще, люди этого типа никогда ничем не бывают довольны до конца. Вот это всю жизнь. Подаришь подарок, вот это вот не то подарил. А я даже могу плакать, если не тот подарок. И все, у меня просто портен настроение. Начинаю рыдать, я ухожу, я начинаю кусаться, я не знаю, драться. Чем больше ты вот рассказываешь, я тем больше Игоря жалею. Я монстр. А как же Дариному коню в зубы не смотрят? С девушкой мы сделаем шикарный подарок, а он носом крутит. Мог бы притвориться, что все нормально. Вообще, если честно, ну... Она черствая была девушка. Я в отношениях отдаюсь, знаете, полностью. Если есть, если мне нравится женщина, я отдаюсь. Ну, и так, а по бытовухе, ну, не знаю. Она никогда комплименты мне не делала. Она была ленивая в постели, можно так сказать. Нифига себе, а секс втроем, когда предложила. Ну, это она посмотреть хотела, понимаете. Расскажите, а расскажите эту историю. Она вас ревновала. Не, ну, была история такая. У нее был день рождения. Я не знаю, она, ну, да, ну, как... У нее день рождения, ей 40 лет, да, ну, должно исполниться. Ну, она говорит, я еду, я... Ну, хорошо выглядит, нормальная девушка. Она мне говорит, Олег, я с друзьями буду встречать этот день рождения. Я говорю, а я что? Ну, она... Нет, я решила, и все. Я говорю, ты меня стесняешься, что ли? Ну, я говорю, я хорошо выгляжу, я умею разговаривать. Ну, ты же со мной спишь, кушаешь же. Ты меня не стесняешься. А она с друзьями... Ну, ладно, поехала она на день рождения. Ну, не знаю, повеселились они, наверное, там чуть-чуть, и это... Ну, и давайте названивать мне, приезжай. Ну, я быстро собрался, ну, и поехал. Ну, приехал, все подружки меня сразу влюбились, я там, ура, там... Ну, я всегда такой, ну, повеселиться, если, ну, пообщаться там. Ну, и вот, и как-то вышло так, я с одной девушкой... Никто не хотел курить, а я с одной девушкой раза два ходил курить. И она вот приревновала, что ли, ну, не знаю. И она мне вечером уже там заходит в душ, она говорит, может, мы к ней присоединимся? Говорю, Оля, ну, чего ты, ну, зачем? Ну, как, ну, давай, ну, что ты? Говорю, да она мне даже не нравится, как женщина, понимаете? Уговаривала, ну, я думаю, ну, ладно, подарок тебе на 40 лет будешь помнить. Говорю, да, давай она. Ах, так ты ее хочешь, ах ты сволочь и все такое, понимаете? На соревнования ездил с твоей женой, и ты совершенно не ревновал, потому что ты знал, что надежный друг, надежный, как бы, и все нормально. Так я бы, я просто знал, потому что она мне всегда все все равно бы рассказала. А вы почему считаете, что страстная женская натура – это продолговатый носик? А это какой продолговатый носик? Это как он выглядит? Ну, вот он такой. Вы страстная натура? Ну, я не знаю, я по виду, мне кажется, что... Это продолговатый. А у вас тоже продолговатый? Нет, у вас нет, у вас... Там не мой отец, не мой отец. Они у всех продолговатые, смотри, да? Нет, в целом это вытянутый предмет. Да, вытянутый. Но это не ящик. Это ваш фетиш, да? Ну, нет, это мой отец, если честно, всегда мне раньше, когда я маленький, говорю, Олег, смотри, если у женщин... Сначала, когда знакомишься, смотри на руки. Ну, какие руки ухоженные, неухоженные. А потом самые страстные женщины, у которых большой носик. Слушай, с помощью пластической хирурги можно сделать любой нос. Это же не станет после этого страстной. Краснодар, поедете? Ну, не знаю, я полмира объездил, можно ли в Краснодар? Спасибо. А я столько сюрпризов уже в своей жизни посмотрела. Могу и на ваш посмотреть. Давайте, показывайте. А прикинь, он тоже сейчас развивается, еще круче, чем я. Я играл в футбол всю жизнь, правда, в защите, не сильно я технарю, я там побороться с кем-то, ну, в защите. Ну, так, хотел бы понабивать что-то, сделать, показать вам. Почитаем, давай. Вот ты как, молодец, ты посмотри как. А сколько так можешь? Не знаю. Молодец. Ого. Ты смотри. Олег, забирайте Максима и проходите в комнату. Вот этот человек, который ей очень сильно подходит. Я же говорю, вторая комната. Вот, вторая комната, но я бы не терял надежды. Как вам? Очень веселый. Я вообще, в принципе, люблю мужчин веселых, потому что у меня муж очень веселый. А еще он добродушный, а еще он классный парень. Правда? Да. Ребенку будет интересно. А вам понравилось? Да, я вообще благодарна вам. Оба парня очень хорошие, очень добрые. Ну, честно говоря, я в восторге от обоих. Олега надо брать. Ой, да, ну... Роза молодец. Виара, Роза на тебя. А они все за меня. Берем быстренько, пристраиваем его, рожаем ему, и будет вам счастье. Характер нелегкий. Он на какие-то моменты способен сильно обижаться со своей этой скорпионей луной. Ну, что говорить про эту машинку для стрижки бороды, честно. На первой же неделе это было поставлено ей в укор. А расклад тайны мужчины говорит, что его тайна связана с картой колесницы, с арканом колесницы. Вообще, как колеса крутятся у колесницы. Вот у таких людей в жизни повторяющиеся циклы какие-то есть, проблемы, которые происходят регулярно. И прежде чем с таким мужчиной строить длительные отношения, нужно понять, вот что за цикл. Денис, 39 лет. Автогонщик. Занимается обучением спортивному пилотированию. Часто садится за штурвал собственного самолета. Гордится тем, что является одним из немногих спортсменов в мире, кому удалось покорить знаменитую трассу Нюрнбург-Ринг. Менея города и страны, Денис дважды пытался создать семью и каждый раз понимал, что его избранницы далеко не жены декабристов. Денису хочется верить в то, что Яна полетит за ним даже на Луну. Здравствуйте. Почему за вами отказывались жены следовать? Вас же не в ссылку отправляли после неудачного заезда. Я на самом деле, когда жил в Америке, познакомился с тюардессой, которая постоянно летала в Майами. Жили на две страны, но большую часть я тогда проводил в Штатах. У меня там была своя работа, свой бизнес. Все это продолжалось порядка двух лет, после чего я переехал в Германию. Она категорически отказалась переезжать в Германию. И пока мы определялись, были такие отношения непонятные. В итоге нам пришлось остаться. По бабкам, может, он и выигрывает в этой дуэли. Но по внешним данным, мне кажется, он и первому, и тебе, и второму кандидату явно уступает. Ну, ты знаешь, по бабкам это уже очень-очень серьезно. Кто у вас там в Америку приехал и с вами жил? Второй раз я переехал обратно в Америку. Там встретил девушку. Она сам была из России. Она приехала в гости к своим родителям, к сестре. Вот там мы познакомились, быстро поняли, что это вот то, что нужно. Буквально там через три месяца у нас была свадьба. И вот мы с ней прожили три года. Не родили никого? Не родили никого, но опять же ситуация была. Я много времени проводил в России. И туда-сюда ездили. Вот в конце концов я определился со своим местом работы. И она определилась со своим местом жизни. То есть она решила остаться в Штатах. А я решил остаться в России. Вот в России построили автодром. В Сочи, да? Да. В выгодные условия. Мне предложили там работать, работать с тренером инструктором. Но вы не долго вгоревали, да? Потому что, наверное, любви такой особой не было. Раз она не захотела переехать в Сочи, я долго уговаривал. Тот качок, это я весельчак. Да, все мужики нормальные. А я хочу посмотреть. У вас же видео есть. Давайте хоть полюбуемся. Всем привет из Сочи. Меня зовут Денис Маливанный. Автомобили, гонки, автоспорт. Это моя жизнь, это то, чем я живу. Вот и сейчас мы находимся на гоночной трассе. Это самый современный гоночный трек в Европе. Все думают, что автогонщики – это безрассудные, безбашенные люди. Но на самом деле это не так. Настоящий автогонщик должен обладать вытяжкой, хладнокровием и точным расчетом. Яна и ведущие программы «Давай поженимся». Приезжайте, прокачу с ветерком. Поехали. Надо к вам приехать в гости. Хорошая машина. Шансы по-любому немаленькие. Я не верю, что она его выберет. Я честно тебе скажу. Яна, что вы можете предложить такому прекрасному Денису? Я могу быть прекрасной женой, я могу быть прекрасной спутницей, я могу быть любящей женщиной рядом. Если он переездит в Краснодар. Да почему? Краснодар и Сочи – это рядом. И школы в Сочи тоже есть. Мы туда тоже поступали, но просто остались в Краснодаре. Поэтому у нас был выбор между Сочи и Краснодаром. А потом Америка или Германия? Поедете? Не знаю, может быть и поеду. Если у нас все сложится, то поеду. А вас ведь фетишите автогонщики, да? Ну да, мне нравится. Ну так надо было вообще соглашаться. Вы знаете, я на все согласна. Да, 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 да. Сюрприз, покажите. Сюрприз, покажите. Чтобы показать сюрприз, вы должны немного переодеться, и я вас жду. Сейчас посмотрим, что он мне приготовил. Кататься вообще, значит, чем-то. Отлично выглядите. Вам идет гоночный костюм. Яна, я хотел бы вам подарить сертификат на билет. Спасибо огромное. Я вас жду на трассе. Мы прокатимся на спортивном автомобиле. Вы можете проехать за рулем. Я буду вашим персональным инструктором. Вам повезло. Спасибо, проходите. Спасибо, парни. Идите в свою комнату. Хороший подарочек. Особенно с учетом, что она любит автогонки. Вы знаете, вам очень идет. Ну, потому что у вас шикарная фигура чего-то. Какая вы, Ладна. Классный, Денис, правда? Хороший. Классный. Вообще, пацаны все сегодня были. Ну, мужчины, взрослые, но они какие-то, да, в душе такие молодые, такие заводные. Ну, в общем, вам повезло очень. Ну, надо выбирать. Пойдете же только к одному. Возьмешь? Возьмешь? Водители. Прокатиться по трассе точно возьму. Прокатиться. Научу. Ну, вот дальше не знаю. Ян, мы пока посплетничаем с вашим подружком, а вы быстренько переоденьтесь. Хорошо. И не кладите головной убор на стол, а то это к покойнику. Девчонки, ну, вы считаете, к кому пойти Яне? Не знаю, мне кажется, Денис, наверное, больше подходит. Более серьезный такой, мне кажется. То есть, не такой ветреный. Он ни разу не ветреный совсем. Она его не занудит, нет? Во, смотри, уже голосование началось. А мне предпоследний больше по ее характеру. Конечно, супер партия. Вот, последний, Денис. Но, зная Яну, плюс я очень тоже знаю, что как мужчины, которые с юмором, как они в жизни, именно когда мужья. Что практически конфликтов никогда не бывает. Это всегда переворачивается в какую-то интересную игру. Поэтому вот эти факторы, вот, они лучше всего. Такие разные мнения у людей. Мне очень понравилась вот эта вот подруга. Какая вот эта? Вот черненькая. Чем, чем она тебе нравится? Ну, это ж моя страсть черная. Чернянки, да, твоя страсть, да, да, знаю. Дениса, послушайте. Он серьезный все равно. Она вкладывает своего сына, как мать. Денис точно такой же. А в него жена должна вкладывать и создавать ему условия. Потому что он все доказал. И он представляет нашу родину. Денис очень-очень сложный мужчина. Потому что, с одной стороны, ему хочется женщину на равных. Воздушная Венера. Хочется свободных, легких отношений, как с подругой. Но все ее интересы должны быть направлены на него. Такого не бывает. И нужно определиться. Либо ты женщину отпускаешь, каждый дает друг другу свободу. Либо ты ее держишь, и она пляшет твою дудку. В костюме гораздо лучше. Намного. Намного. Да и другая одежда относится. Она про рожденную гонщицу. Рожденную гонщицу, да. А вот давайте так. Я за Олега. Смотри, ну я просто такой вот коротенький пример, да. Если бы, например, я вышла замуж за водителем маршрутки, а он бы сказал, что я должна ему еще вот это, пятое, десятое. Я бы сказала, ты мыло поел, что ли? Я зарабатываю деньги, да. Я тебя вывела в свет. Я тебя познакомила. Я устроила твоих детей на первый канал. Что я еще должна делать? Я не понимаю. Повтори по слогам. Ребята, вы определяйтесь. Есть главный член семьи. Есть, блин, второстепенный. Если вы выйдете замуж за Дениса, значит, вы ему должны будете служить верой и правдой. То есть вы должны находить время и на сына, и на мужа. О чем вы говорите? А если она будет служить ему верой и правдой, то она выпадет из того образа женщины, которую он хотел бы. Правильно, значит, что? К Денису не идем. Сотребствовать, да. Значит, кого советуем? Олега. И я Олега тоже. Да. Он точно поедет куда сон. И девчонки тоже Олега советуют. Она нормальная невеста, но такая интересная женщина. Но вы слушайте свое сердце, и оно вас приведет правильно туда, куда нужно. Мы вас поддержим в любом случае. Устала, по-моему, наша героиня, да? Устала. Она потеряна. Кого же выбрать? Выходите. Давайте Яну поддержим. А почему одна? Ну, так получилось. Привет. Яна, очень приятно, что ко мне зашла. Я жду тебя в Сочи, но я думаю, что сейчас не готов продолжать наши отношения. Ну, в любом случае, было бы очень приятно познакомиться. Я все обещания выполнил, прокачу на автомобиле. Я очень благодарна тебе за сюрприз, за этот подарок. Поэтому спасибо. Спасибо. Я пошла. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузиева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»